Итак, мы начинаем. Слово первое я предоставляю Жукову Алексею Юрьевичу. Тема доклада «Гендерный фактор формирования корилов-кливиков при Ладожье» по материалам 3, 4 и 5 ревизии. Коллеги, история этнического становления корилов-кливиков и роли в этом процессе брачных связей и вековских полостей изучена слабо. В основном брачными отношениями к крестьянским сообществам занимались этнологи. Их исследования показали, что брачные связи крестьянского населения, как России, так и Карелии, отличались реальной устойчивостью. Как правило, невест и женихов выбирали не в своей деревне, а в тех деревнях своей волости и соседней полостей, с которыми у каждой волости имелись отлаженные брачные связи. Материалы полевых сборов 19-20 веков, впрочем, можно распространить на более раннее время лишь гипотетически. Между тем, для избранной нами темы первостепенно время с конца 17-го и 18-й век, когда и шел весьма интенсивно процесс этнической консолидации либиков. Проблема брачных предпочтений к крестьян заключается в том, что иногда они воздействовали на процесс становления отдельных этнических и локальных групп, на работку ими собственных этнокультурных особенностей и черт, на появление на уровне не только погостов районов, но и властей, особых говоров и даже делектов. Поэтому встает конкретная задача изучения степени мира, в которой брачные предпочтения локальных крестьянских сообществ приводили к значимым этнокультурным сдвигам. Исследую взаимосвязь брачных связей и крестьянского мира со становлением отдельной этнокультурной группы, например, карелов, ливиков, Туламазерской волости. Волость эта находилась на северо-западе обширного Олоницкого погостра. Туламазера занимала пограниченное транзитное положение. С запада в Волости граничили землями прежневских карелов. На севере к ней близко подходила другая область проживания карелов – Лобские погостры. Первоначально Туламазерия заселили, собственно, карелы, которые на рубеже XV-XVI веков переселились в Олоницкий погост в тогдашнем Новгородском уезде и соседнего Солонского погоста Карельского уезда. Но во второй половине XVII века и XVIII веке на Олоницких землях и в Семазерии под воздействием русско-шведских войн начался интенсивный процесс становления новой этнической общественности – карелов-ливиков. Избежавших от шведов-карелов при Ладожи и местного населения ливики выработали новое наречие корейского языка – ливиковское. И в данном общем интенсивном этнокультурном процессе Туламазеры также выработали собственный диалект ливикского наречия корейского языка. В целом они признаны наукой и этнической группой карелов-ливиков. Более того, даже остававшиеся в северном при Ладожи собственно корейского населения также со временем трансформировалось в карелов-ливиков. И напротив, твирские карелы сохранили собственно карельское наречие. Они являлись потомками переселявшихся в Россию в конце XVI-XVI веков при Ладожских карелах. Следовательно, по крайней мере в сведении XVII века прожелательские карелы принадлежали еще к собственному карелам, а не карелам-ливикам. И тем не менее этническое становление ливиков распространилось и на северной при Ладожи. Ливиковские инновации как в языке, так и в культуре в целом, собственно, карелы как тулмазеры, так и проладожские, могли воспринять только извне, посредством долговременного и интенсивного движения населения. Нам неизвестны случаи залпового переселения на Тулмазера и в приладожье большого числа ливиков и заголовских войскей. Кроме того, местные мужчины, как и повсюду в крестьянской среде, были привязаны к своей земле, к хозяйству. И поэтому в подавляющем большинстве случаев всю жизнь оставались проревать в родных деревнях. Идное дело с женщинами. Именно они за мужеством покидали родительский кров и переселялись за дом мужа. В своей деревне, в другую деревню Волость, в Иную Волость, по госту Уест и даже в губернию. Источниками для анализа браков тулмазеров в конце 17-18 веках имеются. Это ревизские сказки тулмазерской Волости по 3-й, 1763 года, 4-й, 1782 года и 5-й ревизии 1792 года. В 1663 году Волость включила 34 деревни, а в 82-м и 95-м 33 поселения. Они объединялись в 4 десятки. Павлактинский, Погорский, Робогольский и Колоцинский. Но к 1782 году Погорский десяток разделился на Погорский и Манерский. Впрочем, общий страх их деревень изменился. И поэтому в подсчетах по 4-й, 5-й ревизии для транспарентности данных мы считали его за один. И, кстати, нужно сказать, что в источниках, в этих цивистских сказках, там как раз выступает речь этих женщин. Потому что иногда, когда женщина не помнила деревни, в которой она родилась, там так и написано. О которой деревни она не упомнила. То есть все эти записи о рождении женщины, где они родились, это записывались с их слов. То есть это, собственно говоря, их собственное слово, которое донесли до нас источники, что просто полностью совпадает с нашей темой. Продолжаю. Именно с третьей ревизии в России стали учитывать не только все мужское, но и все женское население. Из ее текста видно, что в 1663 году были живы еще пожилые женщины, которые родились на рубеже 1670-1800 годов. А в брачный возраст вступали в конце 17 века. Последующие ревизии отмечали новые браки. Так что в целом можно подробно рассмотреть картину брачной связи Тумазерской волосы за столетие с конца 17 века по конец 18 века. Особняком тут стояли связи с Северным приладочем. Поскольку оно было занято русскими войсками только в 1710 году, то и брачные связи с ним Тумазера завязывались с этого времени. Еще одна сложность заключается в том, что кроме крестьян на Тумазере и в целом в Волонинском погосте проживали еще и лончане посадские, то есть приписанные городу Волонцу. Только к пятой ревизии их расселили по городам губернии, а не захотевших переселяться записали в крестьян. Поэтому в действительности данные трех ревизий под Тумазерской волосы содержатся не в трех, а в пяти источниках. В трех книгах крестьянских страстов по третьей, четвертой и пятой ревизии, в двух книгах посадских старостов по третьей и четвертой ревизии. Технологию обработки данных на примере третьей ревизии я уже изложил в сборнике, который выйдет к концу года, вы там ее увидите. А сейчас представлю вам итоговую таблицу по всем трех ревизиям. Таблица, вот это ее, так сказать, шапка. Таблица получилась большая, подробная, в ней тихо-струбой, рассмотрим ее по частям. Сведения третьей, четвертой и пятой ревизии позволили выявить 1341 замужества девушек и женщин по вторым бракам. Лазерская область, Георгиевская область, в период с конца 17-го и по 1795-й годы, то есть за столетие. Конкретно по третьей ревизии учтено 539 браков, по 4-й, 6-й, 40-й, по 5-й, 16-й, 2-й. Наличие столь богатого статистического материала позволяет провести подробный и доказательный анализ брачных связей. Итоги всех трех ревизий однозначно свидетельствуют, что 542 женщины, около 40% или 2,5% от всех замужеств, связали судьбу с мужчинами своей волости. Вот это последняя, 11-я строчка. И в процентах этот же результат повторяется при анализе сведений каждой из ревизийств. Смотрите, видите, 41-39, 42-6, ну и средняя 40. То есть мы тут имеем дело уже с устоявшейся системой, поскольку она воспроизводилась целое столетие. Причем интересно, что такие замужества, проходившиеся на каждой из властных десятков поселений, также в основном отличались стабильностью процентов отношений. Строги 7-10. Несомненно, что такое многочисленное замужество внутри власти сплачивали Тулмазерское властное сообщество, консолидировали его, в том числе в однокультурном языковом плане. Вместе с тем, доля браков внутри своей деревни оставалась низкой до 10% на протяжении почти всего периода нашего исследования, за исключением данных по пятой ревизии. Но тут в последнем случае, вот эта первая строчка, посмотрите, предпоследнее квадратик, тут просто мы шли за источником, написанным в замужестве, а не написано в какой деревне. Такие несколько случаев было, поэтому пришлось писать их девушек в своей деревне, браков в своей деревне. Но это не значит, что они, еще не значит, что браков. Ну, просто такое, так получилось. Впрочем, количество этих браков незначительное, поэтому в целом, действительно, эти цифры повторились. 9,6 в 63-м, 9,7 в 82-м и общие 11%. То есть примерно чуть-чуть больше 10%. Абсолютное большинство, или 394 брака из 542 были междеревенские. Вновь укажем, например, на одинаковое процентное соотношение браков между тулмазерскими десятками, до строки 10 до 7 и 10, повторявшиеся от переградки к переписи, что свидетельствует о вполне сложившейся в XVIII веке устойчивой системе брачных предпочтений внутри волос. Ее упорное воспроизводство усиливает доказательство о том, что в тулмазерской волосе шел активный процесс складывания тулмазерского этнокультурного сообщества и тулмазерского анилекта ливипского на речи корейского языка. Так, следующая картинка. По мере не менее значимых материалов для анализа брачных предпочтений тулмазерской волости предоставляют нам сходные между собой сведения всех трех ревизий о замужествах тулмазера в других властях, ровно как и о взятии тулмазерами в жены девушек из иных властей. Прежде всего, обращает на себя внимание факт заключения этих браков представителями почти исключительно ливикюрских властей. То есть ливики вступали в браки с ливикюрами. Это территория Лунинского погоста, приписанной Петрозаводской, Вешкальской, Салмининской, Саназерской, Волосейской, отчасти Брязовской, а также Северной Продолженской, погоста Кензгольского уезда, а потом это Сердобольский уезд, Выборско-губерния. Разберем данные замужества по порядку. Так вот на этой таблице представлены замужества в Оленинском погостях. Всего 481 брак или около 36% от всех браков по трём ревизии. При этом процентное соотношение браков от переписи в переписи оставалось стабильным, колебалось в диапазоне 32-37%. Вот посмотрите, последняя строчка стабильная. Распределение же браков между отдельными Оленинскими властями даёт более точную картину. Совершенно естественно, что заключая браки на стороне, то лумазеры родились прежде всего со своими ближайшими соседями, Педлазерами, Налумазерами и Горянами. Вот эти строчки выделены Жебным, Педлазерская и Налумазерско-Горская область. Посмотрите, каков процент и как мало в других областях. А между тем, проведённый языковедами сравнительный кластер на анализ грамматических систем на речи, дилектов и говоров корейского языка, показал, что с точки зрения морфологической системы между Талумазерскими и Налумазерскими говорами, а это территория в Ведлазерской и Налумазерской власти и Востокорской власти, то есть в Налумазерске, обнаруживается минимальное число отличий в сравнении с говорами остальных ливиксских диалектов, что подтверждает отличие между их носителями и тистосвязью. Поэтому закономерно, что между Талумазерскими и Ведлазерскими диалектами ливиксского наречия языковедовец фиксировали отстойствия каких-либо существенных отличий на уровне морфологии и отчасти фонетики, в именной словоизменительной системе, в глагольной словоизменительной системе канцлетизм. А данные тесные связи и показывают наше сравнительное исследование уже в части братьевых отношений Талумазеров с другими ливиксскими полостями и геруют с очень большим отрывом в Ведзазранялом из Раигоры, то есть территория вот этого Ведлазерского диалека. Но совершенно неожиданно значимое число браков, 38,8% приходится на аланчат, живших на центральных землях Олонинского погоста по нижнему течению реки Олонги, или по низовской реке, как тогда говорили. Вот посмотрите вот это строчка. Между Талумазером и Нижним Олонгом лежали земли с семи властей. Вполне очевидно, что Талумазеры стремились прониться с зажиточным населением Нижней Олонги. Видимо, при этом попутно взаимствовали новации в Ливиковском наречии, которая особенно бурно складывалась именно на самых густо заселенных центральных ливиксских землях в реке Олонг. Вклад брачных связей Талумазерской власти с властями ведомства Петрозаводской канцелярии, это Семазерская, Бешенская, Салбинирская, территория Семазерского диалекта и Ливиковского наречия оказалась незначительной. Всего 47 браков на 3 власти по 3 ревизиям. Приписанные же Петрозаводскому Александровскому заводу другие Людиковские власти показали совсем слабый результат. Вот это Личностровская, Светозерская. Вот эти. Совсем слабый результат. Точно так же единичным случаем брака характеризуют брачные отношения Талумазерских Ливиков, собственно, Карелан и Слобских, Погостов и Ребал, Падонского, а потом Паденецкого уезда. Ну, в целом, значит, надо сказать, что вот эти заселенные именно Ливиками территории и были главными, так сказать, их территориями, где, собственно, выходили замуж и женились Талумазеры. Но совершенно для нас неожиданно шестая часть брака была совершена была совершена с Карелами Сердовольского уезда, то есть с Северным Приладышем, совершенно ниже целая шестая часть. Причем это брак, эта система, которая складывалась только с 1650-х годов, она вполне себе была устойчивой. Посмотрите, 16%, 15%, 19%, всего 16% общий результат. То есть занимая часть брака. Каждый год, значит, женщины, девушки туда ехали, получили оттуда девушек. Вот эти, где появлялись вот эти брачные, так сказать, связи и влияние языковое. Так сегодня был худший доклад про этих, как бы, про эстонцев, про эстонцев в Сибири, да? Про все это в Сибири, да? И там тоже там такая штука прозвучала. Те, кто изучали язык, приняли язык от бабушек, как правило, лучше его знали. Ну вот тут, собственно говоря, женское влияние хорошо проявляется тоже. Вот. Но самое последнее, что я вам хочу сказать. Еще важно соотношение выданных замуж, взятых за мужество. Так вот, по госту северно при Ладожье переселялось в два раза больше девушек в Тулмазеры, чем было взято в жены Тулмазерами при Ладожской Карелии. То есть, отток населения, женского населения, шел туда, в Приладожье. Дальше Тулмазеры в два раза чаще женились на девушках из других колонийских полостей, чем выдавали туда замуж своих. То есть, тут наоборот, шел приток девушек из других колонийских властей на Тулмазере. Но при этом из наиболее близких властей под Ладожьевской и под Ладожьевской и Горской превышение взятых замуж на открытую замужество составляет уже 20,5 раз. То есть, вот здесь связи уже более тесные сразу. Поэтому, а дальше, с важнейших для формирования Ливиковых земель по Нижней Лонке в жены за Тулмазеров вышло 24 девушки, а выехало туда почти два раза меньше, чем за Тулмазеров. То есть, одна из семейцев почти два раза. То же самое. Вот вам влияние, так сказать, вот этих потоков брачных связей на формирование этнической картины, на формирование, собственно говоря, субэтноса Ливиков и конкретно Тулмазерского диалекта Ливиковского языка. Вот это мои главные выводы, которые я проделал в прошерстке вот эти пять книг, архивных книг, 1300 больше случаев браков. В общем, была работа сложная, но интересная. сама технология ее, как это все учитывается, будет в статье. Спасибо за внимание. Какие будут вопросы? Да, вопросы, пожалуйста. Если у кого, подключайтесь, спрашивайте. Спасибо большое за интересный доклад. Да, сейчас вопросы есть. Пожалуйста, Ольга Павловна. Спасибо. 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 Алексей Юрьевич, вы читали работы Тапио Хеменина о брачной границе Приладоши. Он так и называет эту границу между Малонийской Карелией и Приладошской Карелией. Брачной границей. То есть это исследованный вопрос значительный. Там источники у вас может быть не совпадают, но тем интереснее. Он исследовал с точки зрения Приладоши. Да, но он именно про мальчанцев. Да, а я исследовал только собственно говоря Тулмазирскую волосю, потом маленькую волосю. Картина уже и так ясна даже на примере этой волоси. с исследованиями и с результатами вот таких уже локальных изысканий Ирины Александровны Черняковой вы пытались сравнить? Нет, нет, пока нет, поэтому по этой территории там не было. Да, по этой не было, но важно понимать, насколько вот эти местные брали с женихами из соседней волости и так далее. Радиус этих брачных связей представить. Да, в общем этот вопрос изучается, изучается довольно, так сказать, интенсивно, его нужно изучать, потому что действительно, так сказать, на новом материале новый взгляд на вещи брачной связи, на влияние брачной связи на этническую картину, то есть это другая уже постановка вопроса сама, другой взгляд на проблему этничности, как этничность возникала. Но дает ли здесь что-то для понимания именно этничность понятно, что границы проживания этноса меняются в результате миграции, естественно. Тут, конечно, причины миграции разные, и только брачная миграция, миграция вынужденная по каким-то экономическим причинам и так далее. Поэтому здесь очень важно как раз комплексное исследование, поэтому и привлек вот эти данные языковедов, вот их кластерный анализ, они мне прошивстили свое исследование и сказали, вот, да, действительно, между Тулумазером и Ведлазером и Ведлазерским диалектом действительно больше всего связей, которых нету с другими ливексовыми диалектами. и вот моя картина, которую я показал, которая здесь была показана, она как раз об этом и говорит. То есть с точки зрения истории, история подтверждает вот эти филологические изыскания, филологическо-компьютерные изыскания получается. Я хотела тоже еще вот немного, даже не вопрос, а такое суждение, а можно ли вот говорить, вот вы сказали, ливики женились, выходили замуж, точнее, за ливиков. Вот можно ли именно так утверждать, хотя дальше была фраза с соседями между собой, да? С соседями очень мало, с карелами очень мало. Вот, смотрите, вот, смотрите, вот, вот карелы. То есть это... Видите, единичные случаи, за сто лет единичные случаи. Ну, так это потому, что расстояние было другое. Нет, это у Мазерского волосовсем близко к крепому, совсем близко к 7, 7, 7, да, ну, то есть это такой вопрос, конечно, да, вот, интересный, да, но... В том-то дело, это все равно неожиданно для меня было. Почему вот так? Да, ну, давайте, да, потом обсудим, возможно, еще на заключительном заседании. Очень, очень рад, что мой доклад это вузу, подпишись. Интересный очень, да, интересный, да, доклад. Очень спасибо, Алексей Юрьевич.